Творческое развитие ребенка Наталья Анатольевна, до 25 числа идет прием документов на обучение на следующий год. Расскажите, пожалуйста, куда можно обратиться и по каким направлениям работает детская школа искусств? В детской школе искусств очень много направлений. Можно найти занятия на любой вкус. До 25 мая мы принимаем заявление, нужно прийти в школу, в приемную, к секретарю, написать заявление. Если ребенок маленький, достаточно заявления, то есть ребенку 3 года. Если ребенок уже школьного возраста, 6,5 лет, и поступает на бюджетное отделение, то нужно принести копию паспорта одного из родителей и копию естественного рождения ребенка. Если ребенок поступает на отделение хореографии, то нужно еще медицинскую справочку принести с собой. От допуска к физнагрузкам? Да. Ну, чтобы никаких не возникало ситуаций, непредвиденных, скажем так, на уроках. Наталья Анатольевна, я не расслышался, то есть вы с 3 лет ребят принимаете, а такую-то малышнюку да. У нас есть небюджетное отделение, детям очень нравится, они рисуют, танцуют и поют. Три занятия в неделю по 30 минут. Занятия платные, сейчас это стоит 1550 рублей в месяц. Одно занятие, как правило, сдвоенное, и второе занятие одинарное. Это суббота с 9, с 30, с 10 часов утра, либо в среде недели после 6 часов. Это расписание составляется таким образом. В группе детки распределяются по возрасту, но в зависимости от того, сколько детей к нам пришло, мы набираем определенное количество групп. Также у нас вот два года уже функционирует отделение еще подготовительное для тех, кто, например, к нам приходит на архитектуру учиться, на хореографию, на хоровое пение. Есть платные группы подготовки до того, как ребенку наступает 6,5 лет, дети уже ходят и понимают, чем они будут дальше заниматься с родителями. То есть для трехлетних ребят такая подготовка, да, с перспективой на то, что потом они уже пойдут в какие-то отделения учиться. Да, потом они приходят к нам учиться, ну, как правило, и приходят к нам учиться очень много детей с подготовительного отделения. Ну, это и для ребят возможность понять, ему это нравится или нет. Да, конечно. Вы, кстати, как считаете, стоит ребенка заставлять заниматься в детстве искусством или это лишнее? Заставлять, я думаю, не стоит, но вообще увлечь ребенка каким-то занятием и привести его в школу, я думаю, целесообразно, и с трех лет тем более. Потому что я слышал, что музыкой, искусством, да вообще любым творчеством надо заниматься с измольства. Когда человек только формируется, иначе потом уже очень тяжело будет себя переломить. Совершенно верно. Вы ведь музыкант по образованию, да? Да. Вы за сколько лет занимаетесь? Меня привела мама в музыкальную школу в шесть лет. Музыкальная школа, которая сейчас имени Балакер выносит название, я училась там. Семь лет я училась по программе общеобразовательной, потом еще год дополнительно подготовка к училищу, к музыкальному. И дальнейшее образование, на самом деле, очень большое это. Четыре года музыкальное училище, пять лет консерватория, ну и вот результат, ты выходишь специалистом. А вы как считаете, у нас образование, ну возьмем музыкальное даже, да, для ребят-школьников, оно консервативно или все-таки меняется со временем? Оно меняется со временем. И вот сейчас идет тенденция, очень много родителей хотят, чтобы видеть мгновенный результат. Вот появилось вот это отделение архитектуры у нас, и в этом отношении школы искусства она очень гибко меняет направление свои. Меньше хотят сейчас учиться играть на музыкальных инструментах почему-то. Хотя это очень развивает мозги, и дети, которые хорошо играют на фортепиано или на любом другом музыкальном инструменте, они неплохо соображают математики в каких-то точных науках. Серьезно? Да. Ничего себе. Есть такая взаимосвязь. Получается, ребята, у которых хорошие результаты по математике и физике, могут музыкой заниматься, у них там тоже будет неплохо. Да, да. Есть такой композитор Хиндемид. Хиндемид, если сыграть его, скажем так, в сонату, это разноценно каким-то нестандартным задачам по математике. Наталья Анатольевна, давайте подробнее остановимся на музыкальных направлениях детской школы искусств. Какие они сейчас есть? Я знаю, что у вас, по-моему, три или четыре таких отделения. Фортепиано-отделение. Дети обучаются игре на фортепиано, очень нравятся. Дети у нас участники конкурсов, участники концертов городских. Многие дети, которые до этого учились в школе искусств, продолжили свое образование в вузах страны. А значит, школа искусств правильно работает в этом направлении. То есть трехступенчатость вот этого образования, школа искусств, СУЗ и ВУЗ, она продолжается. Дальше отделение народных инструментов, баян-аккордеон в нашей школе. Также очень это отделение востребовано. Детки очень приходят с удовольствием заниматься. Опытные преподаватели работают на этом отделении. Отделение эстрадно-джазовых инструментов, саксофон, гитара, барабаны, вибрафон. Это все как бы очень тоже так интересно, скажем, и детям нравится. Потому что барабанов больше нет нигде, ударных инструментов. Их больше нет нигде в городе. Только у нас в школе работает специалист по этому направлению. Наверное, в каком-то дальнем крыле, чтобы не мешали остальным. Ну да. А что такое вибрафон? Вибрафон — это ксилофон, вибрафон. Это тоже ударный инструмент, очень красивый у него звук, такой прозрачный. Палочками нужно играть. Это треугольник вот этот? Нет-нет-нет, это тоже клавиатура. А, это как вот эта дощечка для сушки, словно говоря. Да, только это большой же инструмент с педалью, такой серьезный, очень красивый звук у этого инструмента. И произведения получаются такие необычные, сказочные, когда ребенок выучивает, исполняет. Еще остались какие-то отделения, о которых мы не рассказали? Эстрадно-джазовая, фортепианная. А хор у вас есть? Народных инструментов. Да. Два года у нас функционирует отделение хоровое. Мы набрали деток на программу хоровое пение. Приехала молодая специалист, у нас девушка очень хорошо работает. И хор в этом году стал лауреатом областного конкурса. Дети заняли первое место, хотя обучаются всего второй год. Очень нравится. Педагог зажигает их, и они очень любят ее предметы, с удовольствием поют. А вы не подскажете, какой они репертуар исполняют? Потому что, например, на Западе, в Америке хор, вот этот Госпел, да, это то, через что проходят все будущие музыканты. Потому что именно в хоре я слышал, как у человека развивается слух, вот это вот умение чувствовать музыку. Да, все правильно. Разные произведения поют абсолютно. Народные песни, песни духовные, песни современные. Вчера был отчетный концерт, с успехом выступали там, пели два произведения. «Сел сверчок» и «Вербочки». Ну, названия говорят сами за себя. Мне порадовало, что вы сказали про современные, потому что многие считают, что музыкальное образование, мы уже об этом говорили, очень костное, такое классическое. То есть ты начинаешь учить вот какие-то самые базовые вещи, потом переходишь к композиторам среднего, начального и дальше по нарастающей. Мне кажется, да. Я про это говорю, что мы стараемся идти в ногу со временем. Есть востребованность на хоровое пение, мы набираем детей. Также у нас еще вокальное отделение есть, кстати говоря. Если ребенку не исполнилось 6,5 лет, а только 6 лет, мы можем его взять на вокальное отделение, он обучается только вокалу. Эта программа уже немножко другая, она общеразвивающая. То есть для общего развития дети приходят, поют, также выступают, и они поют уже немножко в другом хоре. То есть если на хоровом отделении специальность хор, то здесь уже хор как сопутствующий предмет. Основа — это вокал. А есть ребята, которые посещают несколько отделений, или это сложно просто по времени? Сложно по времени. Мы стараемся этого избегать, хотя есть и родители очень активные, и дети, и они хотят обучаться на всех отделениях в нашей школе. И рисовать, и танцевать, и петь. Бывает, что ребята мигрируют. Ну, начали заниматься, все равно же общаешься в стенах школы, понимаешь, что тебе это ближе. Бывает, бывает. То есть такая возможность есть. Да, мы всегда общаемся с родителями. То есть ребенок пришел на фортепиано заниматься, чувствует, что ему тяжело. Мы вот на фортепиано уже никак не можем, мы бы хотели рисовать. Мы переводим на архитектуру, там, ну, либо в первый класс, либо, там, может быть, если есть какой-то опыт незначительный второй класс. То есть это зависит от того, насколько ребенок обладает какими-то навыками или умениями. Наталья Анатольевна, запись будет идти до 25 мая. А когда начнутся сами занятия? Сами занятия начинаются, как и начало учебного года, любого первого сентября. Все лето у нас идет подготовка школы к новому учебному году. Мы сдаем здания, готовим классы, аудитории, что-то ремонтируем, что-то покупаем. В общем, мы готовимся к новому учебному году. И первого сентября гостеприимная детская школа искусств распахивает свои двери для новых первоклассников. А у вас тоже есть какой-то свой аналог первого сентября? Ну, без линеек, ну, просто в торжественной обстановке хотя бы. Собрание родительское мы проводим несколько лет уже, на котором какие-то возникают организационные вопросы. Есть несколько концертных номеров. И для родителей это интересно, потому что, если они только-только пришли к нам учиться, рассказать немножко о школе, с презентацией, опять же, с представлением отделения, интересно. Наталья Анатольевна, сейчас идет очень неправильная, на мой взгляд, тенденция, когда ребят начинают с измысла загружать. Скажите, пожалуйста, вот к какой нагрузке надо быть готовым, ну, хотя бы даже родителям, когда они записывают своего ребенка? Нагрузка второй школы. Главное отличие кружка и детской школы искусств, что это школа. Когда звонят родители и спрашивают, какие у вас кружки есть, я говорю, у нас не кружки, у нас образовательная программа, такая же, как в образовательной школе. Если вы приводите ребенка на фортепиано учиться, это не значит, что он только два раза приходит на специальности и изучает фортепиано. Он изучает еще сальфеджио, музыкальную литературу, ансамбль, концертмейстерский класс, ходит на хор. Получается такой комплекс. Параллельное образование. Параллельное образование, дополнительное. Сколько примерно часов в неделю ребята занимаются? 5-6 часов. Ну, естественно, нагрузка к старшим классам немножечко возрастает. В первый класс где-то 6,5-7 часов. Соответственно, чем дальше, тем больше. Ну, еще занятия дома, конечно, должны быть. Закреплять тот материал, который они получили на урок. То есть у вас тоже есть домашние задания? Обязательно. А вы как-то стараетесь регулировать нагрузку, учитывая то, что у ребят сейчас в школе очень много предметов и занятостей? Ну, конечно, есть дети разные. Я говорю, для этого есть разные программы. Есть программа общеразвивающая. На нее дети приходят учиться для общего развития. Есть программа предпрофессиональная. Предпрофессиональная программа подразумевает, что ребенок может в дальнейшем выбрать музыкальное направление. И там уже нагрузка гораздо больше, и программа другая. Дети туда идут другие, отобранные, с хорошими данными. А вот это разделение, оно когда идет? В наступительных экзаменах мы смотрим детей. Ну, вот смотрите, сейчас, допустим, принимаете шестилеток. Но в этом возрасте еще ничего не увидишь. Ну, почему? Ну, на самом деле, сложно, конечно, увидеть, но, в принципе, задатки уже есть. Даже трехлетнего ребенка можно отсмотреть, какими способностями он обладает. Есть ли у него чувство ритма, музыкальная память и какие-то эмоциональные стороны, скажем так. А уже в шесть лет, даже после подготовительного отделения, это еще более видно, скажем так. Вот, поэтому есть дети, которые уже занимаются с педагогами в течение, вот, например, ну, пять лет ребенку есть, и педагоги подходят, отсматривают детей. Если дети обладают какими-то способностями, они уже их себе отбирают заранее, начинают немножечко их готовить к вступительным экзаменам. А есть такие спящие таланты, которые раскрываются там через три-четыре года? Есть. У нас такой очень пример прекрасный был Олег Худюков, который тоже учился в детской школе искусств с подготовительного отделения. Сначала он был очень таким непоседливым, сложным ребенком, все время сидел под партой. А в дальнейшем просто уникальные музыкальные способности открылись, и труд, и он сейчас заканчивает Московскую консерваторию. Пять лет назад он участвовал в конкурсе Чайковского. Ну, это вообще знаменитый конкурс, в качестве концертмейстера получил там премию. А какие вообще сейчас перспективы открываются перед профессиональными музыкантами? Насколько это рискованная профессия? Вы имеете в виду дальнейшую работу? Ты отучился, ты получил уже диплом специалиста высшее образование. Что дальше? Ну, ты либо приходишь, есть два пути. Либо ты становишься профессиональным музыкантом. Если это какие-то отделения оркестровые, инструменты, простите, оркестровые, ты идешь работать в оркестр. В оркестр может, да, ну, там, тот же саксофон, те же ударные инструменты. А если это, ну, просто музыкальное училище, ты можешь пойти работать с преподавателем в детскую школу искусств, либо пойти дальше получать высшее образование. Консерватория, институт культуры, все что угодно. На самом деле можно стать и продюсером. Вообще музыканты, талантливые люди, те, кто учился вот и в училище, и получал высшее образование в консерватории. Можно стать музыкальным продюсером, можно стать музыкальным критиком. Смотря, где ты учился, какое направление ты выбрал. Дирижером хора, дирижером оркестра, очень много направлений, пожалуйста. Все зависит только от человека, его хотения воплотить в себя и реализовать свои способности. А, кстати, у нас в детской школе искусств не учат дирижирование? Ну, хотя бы на таком базовом уровне. Ну, вот я вам хочу сказать, что отделение хоровое, там есть предмет дирижирования, но он уже будет идти более старших классов. А вы, кстати, с этим сталкивались, получая высшее музыкальное образование? Нет, у меня немножко другая специализация. Это, скорее всего, либо дирижерский хоровой факультет, либо оркестровые инструменты, где учат дирижировать оркестром. Давайте вернемся к детской школе искусств. В музыкальных отделениях мы поговорили. Давайте рассмотрим отделение хореографическое и чуть попозже архитектурное. Хореография. Какие направления вы изучаете? У нас сейчас в городе очень много школ танца, самых разных. Чем занимаетесь вы? Классическое хореографическое образование. Все начинается с гимнастики, с ритмики. Первый и второй класс – это развитие чувства ритма. Дети должны двигаться, уметь под музыку. И в зависимости, опять же, от возраста, от класса, идут разные направления. Современный танец, народный танец, классический танец. Все направления практически дети охватывают, танцуют, очень нравятся. И родителям, и вообще хореографическое отделение детской школы искусств – это, я бы сказала, украшение и уникальность. Потому что больше хореографического отделения нет. Направление направлениями, и школа танцев – это немножечко другое. Вот здесь комплекс, опять же, потому что на хореографии также дети ходят на музыкальную литературу. Они еще изучают, смотрят балеты. Они ходят на фортепиано. Ну и, соответственно, основная, конечно, нагрузка идет на занятия хореографией. В общем, у вас базовые правила школы – теория, потом практик. Да. Без этого никуда. Даже, казалось бы, в самых прикладных отделениях, таких как танцы. Совершенно верно. Скажите, а это необходимость или все-таки какая-то инерция, которая осталась в прошлых времен? Вы имеете в виду отделение хореографии? Нет. Необходимость изучать теорию. Нет, это есть программы. Это программы, которые нам диктует государство по федеральным государственным требованиям. Есть обязательные предметы, которые должны входить в программу хореографическое творчество, и в том числе и теория, чтобы получился настоящий танцор. Ну, я думаю, что он должен быть разносторонней, развитой личностью. И давайте перейдем к архитектуре. Это, наверное, очень перспективное направление, учитывая то, как сейчас востребованы грамотные архитекторы, но при этом, наверное, одно из самых трудозатратных. Я с вами абсолютно согласна. Во-первых, это уникальная программа. Больше в городе никто не занимается программой архитектура. 22 мая у нас пройдет старт-парад на сцене Дома молодежи, работа, деление, архитектура. Детки покажут то, что они делали в течение года. Что они там делают? Они у нас рисуют тоже. Кстати говоря, вот тоже о комплексе. У них есть сейчас живопись, рисунок. Несмотря на то, что программа называется архитектура, они много рисуют. Ну и, соответственно, макетирование, проектирование. То есть это работы, которые они делают своими руками с преподавателями. Макеты, какие-то объемные работы из бумаги. Вот проект сначала. Это все очень такой трудоемкий, трудозатратный процесс. Ну, на самом деле, интересно. О какой именно архитектуре идет речь? То есть ребята здание проектируют или все, что угодно? Какие-то объекты, допускай даже, ну, я не знаю, просто объемные фигуры. Все, что угодно. Это могут быть архитектурные бабочки, архитектурные совы, архитектурные жуки, архитектурные листья. У нас был два года назад старт-парад, посвященный году экологии. И там они делали небо архитектурное, то есть, ну, вот, солнце, землю. В широком смысле, да? Да, да, да. Умение создать объемные трехмерные объекты разной тематики. Да, да. Очень интересно, очень красиво, очень необычно. А сколько существует это отделение? Это отделение существует уже более 20 лет. А, то есть уже есть выпускники? Есть выпускники, да. Да, в следующем году у нас будет праздновать 45-летие школы и 25-летие отделения архитектуры. Мы работаем на базе школы общеобразовательных 3 и номер 14. У нас там тоже дети учатся на базе вот этих школ общеобразовательных. И у нас в школе, как бы, тоже функционирует это отделение. То есть там кружки в 3-й и 14-й, да? Нет, там тоже детская школа искусств. Преподаватели детской школы искусств. Просто мы работаем, нам не хватает помещений, мы выходим в школу общеобразовательную. Лицей номер 3 и школу номер 14. Кстати, в 3-м лице ведь это с давних времен существует. Я помню, как я в начальных классах занимался. 25 лет. Константин, видите, вы тоже, оказывается, учились в детской школе искусства. Покасательный прошел. А есть ребята, которые, окончив вот это архитектурное отделение, пошли дальше, поступили в архитектурные вузы и продолжают сейчас учиться? Пока нет, но мы очень рассчитываем, что такие ребята у нас появятся, потому что мы тоже реализуем программу предпрофессиональную архитектуру уже вот третий год. И после окончания вот этой, неправильно сказал, пятый год, после окончания вот этой уже программы можно поступать в вуз и с дипломом нашей школы, со свидетельством об окончании нашей школы и, соответственно, после каких-то определенных навыков, которые дети получили в нашей школе. Я правильно понимаю, что вот предпрофессиональное направление можно рассматривать как, ну, по сути, факультет довузовской подготовки? В лучших чертах. В лучших чертах. Первая ступень. Школа, СУЗ, ВУЗ. И, соответственно, поскольку программа идет сверху, они все строго интегрированы, то там и ступени нанизаны так, что человек, получив вот это довузовское образование, приходит и уже какие-то начальные предметы более легко осваивает. Совершенно верно. Даже вообще их учил еще у вас. С подготовкой, да. Нет, в училище тоже, я думаю, сложно учиться, а уж в институте тем более. Но факт тот, что основы какие-то и азы в школе мы даем. Наталья Анатольевна, очень важный вопрос. У нас сейчас, вот буквально на прошлой неделе мне довелось пообщаться с Сергеем Бурлаковым. Это выдающийся человек, паралимпиец, лауреат спортивного «Оскара». Этот человек, ну, я не назову его с ограниченными возможностями, с неограниченными, но, я думаю, все понимаем, о чем мы говорим. У вас в школе есть возможность заниматься ребятам, которые по тем или иным причинам в чем-то ограничены? Есть. Мы никаких не делаем, скажем так, акцентов, либо на здоровых детей. То есть мы берем, в принципе, всех. Просто другое дело, что родители могут не афишировать эти справки и этих детей. Да, поэтому они приходят и учатся на общих основаниях с детьми совершенно спокойно, нормально. То есть не называют диагнозов имен, такие ребята есть, они спокойно учатся, наравне со всеми. Наравне со всеми, да. Там нет каких-то отдельных, там, индивидуальных занятий. Да, осваивают программу, с удовольствием ходят, и ребенок учится в нормальном обществе, собственно. И, ну, это очень социально, скажем так, его раскрепощает, что он общается со сверстниками, все хорошо, никаких мы не ставим там табу на эту тему. А теперь зайдем немного с другого края. Я понимаю, что школа искусств детская. Ну, вот, допустим, человеку исполнилось 30. Ну, по тем или иным причинам не пошел, времени не хватило. Ну, возникло желание там, всегда хотел научиться играть на гитаре, на пианино, на саксофоне. Есть возможность у вас заниматься? Или пока еще такого кружка не создано? Пока еще не создано. На самом деле, был уникальный случай. У нас вот буквально недавно пришла девушка, которой 27 лет. Она сказала, что я очень хочу учиться в школе искусств, с удовольствием хочу ее закончить и поступить там, учиться дальше в институт. Ну, понимаете, для одного человека это будет очень дорого стоить, потому что мы не можем ее взять уже на бюджет, так как мы берем на бюджет только детей с 6, 6,5 лет до 10 лет. Ну, вернее, до 18 лет, просто разные программы. Пока все бесплатные, дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Что касается взрослых, чтобы обучить такого ребенка, взрослого человека, должна быть создана группа. А если группы нет, ну, и вдруг человек передумает в середине года, например, по каким-то семейным обстоятельствам, уйдет в другую там сферу или там у него планы поменяются. Ну, то есть мы же должны как-то будем педагогам зарплату платить, откуда мы ее возьмем. Это сложно. Пока сложно. А как вы считаете, ну, в перспективе там 5 лет можно будет такие группы набрать и в рамках детской школы искусств создать? Можно. Я, знаете, думала о каком направлении. Вот сейчас мы говорили про музыкальное направление. Вот здесь сложно. И вообще музыкальные деления, они очень дорого стоят и, ну, недешево, скажем так, обходятся нашему государству обучение детей по вот инструментам. А что касается, например, того же рисования или каких-то там живописных классов, вот мы на эту тему думали насчет взрослых. Может быть, с той же хореографией попробовать. Пока думаем. Наталья Анатольевна, у нас в городе очень много организаций, которые занимаются образованием. Наряду с детской школой искусств есть музыкальная школа, есть художественная. Вот как вы считаете, что отличает ваше учреждение? Наши учреждения отличают разнообразие направлений. У нас есть и художественные направления, и музыкальные направления. Если говорить о музыкальной школе, там академическое музыкальное образование по разным инструментам, художка то же самое. Академическое художественное направление. У нас, в принципе, тоже академические направления, но разные и музыкальные, и художественные. То есть ребенок, который пришел учиться в нашу школу, может выбрать занятие на любой вкус для себя. Ну, плюс возможность эмигрировать, и я так понимаю, ребят с трех лет вы, наверное, единственные берете. Ну, сейчас у нас конкуренция тоже появилась. Детская школа искусств номер два набирает маленьких детей. Детская школа искусств номер два. Но там немножечко другое направление. Такая русская школа. У них фольклор, у них роспись по дереву, керамика, вышивка лентами. То есть мы, в принципе, не пересекаемся с ними. Но, тем не менее, они тоже развивают у нее бюджетную деятельность, набирают детей маленьких, с ними танцуют, поют, играют. И, в принципе, это востребовано, потому что они находятся в новом районе. Не всем удобно ехать на Гагарина 22. Сейчас пробки, сложности определенные. Хотя, для нашего города, мне кажется, это не проблема. Наталья Анатольевна, осталось буквально пару минут. Давайте еще раз проговорим, что нужно сделать, если у вас есть желание отдать своего ребенка в детскую школу искусств. Нужно прийти в детскую школу искусств по адресу Гагарина 22, приемная, секретарь, написать заявление. Если вы отдаете ребенка с трех лет, нужно только заявление. Если ребенок к нам приходит учиться на бюджетное отделение, нужно написать заявление, принести копию паспорта одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка. И если ребенок поступает на отделение хореографии, справку о состоянии здоровья. Мы вас ждем. Справки по телефону 98 400, 98 402, 98 401. Всем очень рады, всех ждем в нашей школе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была директора детской школы искусств Наталья Колповская. Наталья Анатольевна, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, 1 сентября у вас будет море ребят. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова